привет youtube сегодня хотел бы поговорить куда девать куски паракорда которые не нужны валяются там да их можно привязать куда угодно можно сплести вот такой вот быстросъемный быстро разборной точнее косичку видео уже такое обозревательное показывал вот как бы повесить на рюкзак и пусть он так терпается там или на руку но пойдем дальше будем украшать паракордом все что у нас есть чтобы так обычная ручка стала правильной ручкой и всегда может он пригодится вот в общем про такой вот браслетики рассказывать не буду я думаю все видео найдут в ю тубе их много он двойной внутри 4 линии паракорда и раз сплетенный и сверху еще раз на так по такому типу мы будем плести сейчас точнее не плести оплетать секундочку одену оплетать ручку зачем это делать многие спросят зачем портить ручку вот красивая ручка клацовка там обычная или карандаш зачем это делать да просто делать но кому как нравится мне нравится паракорд и нравится там темлячки там такое вот все и как бы функционально полезно у вас паракорд кругом грубо говоря за что вы не возьметесь там нож ручка браслет рюкзак кругом есть куски паракорда можно всегда что-то привязать в общем вот остался у меня метр паракорда делим мы его пополам пополам поделили берем ручку метра не хватит чтобы в два слоя обвязать ручку поэтому я начну не вот отсюда а вот отсюда чтобы здесь был один слой а здесь осталось вот так кусочек в два слоя как бы утолщение такое будет чтобы закрепить можно в принципе не закреплять а начинать развязать но мне нравится больше когда она притянуто делаем вот такую вот обычную петельку я думаю все знают как это делать вот так вот петелька берем ручку вставляем и затягиваем справа слева будет узелок это не имеет никакого значения просто надо начать потом вязать правильно с той стороны чтобы были узелки ровненько вот так начнем с резинки как раз на резиночке на этой не скользит вот верхнюю которая получилась в этом узелке пускаем назад вот таким вот он просто посрединке вот так все всем видно пускаем назад притягиваем еще разочек просто разводим назад чтобы он нам не мешал точнее не мешал все разводим веревочку наш паракордик в разные стороны вот так вот главное сделать первый стежок и там паракордик уже заплетется и будет держаться намного лучше притягиваем я так вот буду пальцем сзади его придерживать чтобы эта вся конструкция не расплеталась а в начале делаем следующее с правой стороны начинаем вязать чтобы у нас с правой стороны начался вот такой вот узелочек появился только петелька вот с правой стороны 7 мы сделаем петлю слева то она будет опять слева не будет некрасиво делаем вот так вот обыкновенный петелька вот так под ручку оставляем петельку под ручку вот она под ручку этот кусок паракорда конец мы проводим под этим вот так вот получается вот под и вставляем его вот сверху ручки под вот этот конец сверху ручки и в петельку что у нас получается и притягиваем получается у нас нынче притянуть главное правильно чтобы начался был рисунок не сдвигался вот грубо говоря уже одно плетение есть ну и дальше продолжаем опять начинаем теперь с левой стороны делать петельку так как узелок и здесь есть теперь нам надо сделать здесь петельку петелечка под вниз под низ сверху ручки петельку просунули завязали завязали вот так вот теперь повторяем это с правой стороны под низ сверху ручки завязали ну и грубо говоря скажем так дальше под низ сверху ручки петельку протянули завязали функциональность данного плетения конечно скажем так не ахтита как его расплетать долго но на всякий случай но зато она держится классно завязали у меня рисунок получается сюда больше с этой стороны он просто полукруглый если его растянуть больше будет по центру будет такой как плоский ну я просто показываю чтобы не заморачиваться лишний раз то уже настраивайте как хотите сами вот так вот завязали давайте быстренько начну вязать потому как время у нас не резиновое чтобы вам не надоело это все смотреть ничего тут такого нету вот возможно где-то это уже было или что-то обязывали но я по крайней мере не натыкался в сети на это такой способ дошел до него сам возможно есть как бы тут фантазия такая можно любую в принципе включать фантазию оплетать все что угодно хоть пальцы на ноге но это так юмор но вот это уже подумают реально пальцы на ноге оплел вот так вот у нас начинает прорисовываться конечно если это делается не на камеру то намного быстрее получается но все же притягивать тут видите так он посрединке получился вот в том что я говорил а здесь получилось более бочонком но это в принципе не сильно то же я как бы показывал все зависит от того насколько вы будете притягивать и как будете держать руки если вы будете в разные стороны то он будет ровненький если будете больше сюда тянуть или туда туда будет смещаться наш узелок вот так вот притягивайте под конец аккуратно потому что как бы петелька скидывается постоянно бывает неудобно синие с руки я думаю еще одну может два раза достаточно чтобы было за что нажимать ручку теперь переворачиваем дотягиваем так вот вот так вот получается в первый слой держать удобно даже вам скажу вот то что вы здесь вот перед здесь ровненько пошло кругом а здесь перетянулась наперед с этой стороны для правши стал лучше держать получилось вот видите так вот авантюра такая когда ровно как бы палец упирается в это ребро а здесь пальчик упирается вот сюда как бы удобнее скажем так все в принципе уже можно даже закреплять в один раз вот так вот либо как бы запетлять его через хотя бы два стежка и сделать подвеску ходим так ручку можно вешать на шею но как бы мне ручка на шею вешать не надо поэтому я просто как бы был так вот мы плели просто переворачиваем вот такого положения вот мы плели переворачиваем и продолжаем здесь у нас есть петелька здесь нету сверху заворачиваем обратно все этот же паракорд и продолжаем притягивать делать новый слой так сказать сверху доплетать чтобы не выкидывать еще меньше кусочки паракорда чтобы этот метр у нас разместился скажем так в горя ручка является у нас сейчас такой своеобразной бобиной на которой мы будем хранить куски паракорда вот и всегда можно написать если у вас большой контейнер под нас кто в принципе вот есть там место для ручки или тому что то ну как в принципе в нас можно сложить и просто моток паракорда больше больше чем надо то в принципе можно просто и положить а если не хотите можно плести ручку чтобы это как бы за что вы не взялись у вас всегда с собой под рукой было кусок веревки которые вы можете воспользоваться взяли ручку пошли отмечать какие-то там координаты на карте на вас напал медведь вы убежали и у вас есть уже веревка при себе нож веревка ручка карта грубо говоря вот так вот получается я обрезать не буду я хочу плести карандаш себе просто завяжу пока покажу вам как это все вышло так вот чтобы она не мешала грубо говоря мы кончики просто вдеваем как обычный браслет и получается такая вот ручка ну если второй слой еще второй слой можно сверху доплести будет такой широкий но за него держаться скажем так не сильно удобно хотя плохому танцору яичница мешает вот писать довольно таки неплохо опять таки говорю края не обрезаю обрежете сами как бы запаяете вот получается такая вот ручка в принципе неплохо писать держать ее в руке из-за вот этого перетяжки получилось вот так влезет в карманчик в один раз вполне достаточно можно в два как бы вот так и получается так что пользуйтесь на здоровье надеюсь кому-то поможет такая вот идейка что можно в принципе носить собой паракорд кругом даже в офис писать такой ручкой не заморачиваться ходить на работу и вот такой милитариста в общем даже хочу сказать что если вплести в два слоя так вот и брать в руку то в принципе такой вкладыш в руку получается для самообороны неплохо он паракорд мягенький забивает все пустоты в руке как бы вы уже кость явно не сломаете думаю он не сильно твердый но придает жесткости по сравнению с обычным кулаком пальцы проминаются а так придает жесткости руки пару килограмм чекам накинет но это так для самообороны в общем всем спасибо пользуйтесь на здоровье с вами был канал бушкрафта всем пока